Сейчас мы находимся на открытом турнире по вольной борьбе в памяти заслуженного тренера России Каспет Висайевича Дедикаева. Перед нами стоит старший тренер сборной России по вольной борьбе Анзора Юбович Симботов. Здравствуйте, Анзор. Здравствуйте. Как оцениваете организацию детского турнира? Ну, организация очень на очень высоком уровне. И, учитывая, сколько участников здесь, я думаю, что это впервые такое, что в турнире в России у нас, чтобы больше тысячи участников никогда не было. И смотря на это, все идет очень организованно, все здорово. Формат турнира оптимальный или нужно что-то привнести? Ну, надо проводить подобные соревнования, чтобы наши начинающие чемпионы, чтобы они привыкли к такой атмосфере, чтобы было много людей, атмосфера, чтобы они, когда попадут в более серьезное соревнование, чтобы они не растерялись, чтобы они, представьте, если завтра будут бороться в каких-то таких турнирчиках, да, они очень уверенно будут бороться. Потому что после такого зала, после такой обстановки, где столько участников, да, им очень проще будет психологически бороться в других соревнованиях. И скажу так, что здесь, если взять уровень спортсменов, да, ну, можно сказать, это неофициальное открытое первенство России. Потому что сюда приехали самые лучшие, самые талантливые спортсмены. Здесь практически в Северном Кавказе представлены все лучшие секции, школы отдельные приехали. Восемь ковров. Когда такое у нас было в России? Нет, такого никогда у нас не было, я, по крайней мере, не помню. При мне не было. Ну, я думаю, что никогда этого не было. Наши дети готовы к такому формату? Наши судьи готовы к такому формату? Почему нет? Ну, надо просто какие-то моменты, может, где-то подкорректировать, может, где-то надо раньше соревнования начинать, где-то что-то. Но, знаете, чем это удобно? Во-первых, обстановка, психологический раз. Второе, вот здесь ребята приехали в основном за счет родителей, за счет спортивных. Они приехали, один день отборолись и уехали. Даже в плане экономической точки зрения для спортивных школ, для родителей это очень удобно. Не надо приезжать там на 3-4 дня, надо не растягиваться. Они приехали, отборолись и уехали. Ну, в этом плане, я думаю, что удобно. Вы как старший тренер, можно ли уже 10-12 лет говорить о какой-то перспективе спортсмена? Вот мы видим, сейчас идут у нас схватки. Видно ли сразу потенциал спортсмена? Ну, конечно, видно сразу, если мальчик талантливый, видно. Но тут же зависит не только одного таланта. Здесь надо трудолюбие, ежедневная системная работа должна быть. Если этого нету, то, что мальчик здесь выиграл, там, не знаю, с явным преимуществом, через полгода может произойти наоборот все. Понимаете, здесь очень все меняется, потому что... А так, конечно, здесь очень много талантливых ребят. И я смотрю некоторые схватки, несмотря им, что по 10, по 13 лет очень хорошую технику показывают. И я думаю, что, ну, это все меняется. В таком возрасте очень тяжело сказать, что, ну, вот он будет чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Хотя каждый из них может стать. Вот, я думаю, что любой победитель здесь, призер, если будет работать, правильно трудиться, ну, значит, если здесь, представьте, здесь в некоторых весах по 100 человек, по 150 человек. Если он сегодня смог пройти такую конкуренцию, да, почему нет? Если он будет дальше работать, конечно, он может стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Вполне возможно. Себя помните в этом возрасте, когда боролись? Вы были ли в этом возрасте какие-то международные старты уже у вас? Конечно, себя помню, но у нас таких возможностей, таких зала мы никогда не видели. Я думаю, даже когда по взрослым боролись, и то, ну, в таком формате, сколько людей, только можно увидеть в таких серьезных официальных соревнованиях. Потому что, ну, все меняется. Я думаю, что и для наших детей они получают более лучшие условия в каждом разе. И, конечно, тренера и родители, ребята должны этим воспользоваться и развиваться, тренироваться. И думаю, что у них все получится. Сейчас здесь есть за кого болеть вам? Конечно, есть здесь много ребят. Я знаю моих друзей, сыновья борются. Где-то, ну, как, я здесь просто смотрю, удовольствие получаю. Болею за то, красиво, что делает. Отдельно не хотел бы никого выделять. Ну, очень много таких ребят, очень талантливых таких ребят, которые, действительно, несмотря на свой возраст, показывают очень хорошую, зрелую борьбу. Вы как старший тренер, что вы им пожелаете? Пожелать удачи в их начинаниях. Пожелать, чтобы они слушали своих тренеров, своих родителей и всегда трудились, отдавались полностью тому виду спорта, к которому они выбрались. И если они так будут продолжать идти, конечно, у них все получится. Спасибо вам большое, Антон Юбович. Надеемся, желаем вам в этом году собрать самую сильную сборную России, юношескую сборную и везде побеждать. Спасибо. Спасибо большое.